Друзья, здравствуйте! Вы на канале Фарнаксфильм. И если вы с нами, то вам однозначно интересна тема отопления загородного дома, интересна тема бани, но сегодня мы копнем глубже. Мы поговорим об обустройстве загородного участка. И мы сегодня в гостях у Владимира Бессонова, основателя компании Плотников, с которым вы уже прекрасно знакомы по нашим предыдущим выпускам, в которых мы обсуждали, какой может быть современная баня. Здравствуйте! Владимир, наиболее интересные объекты для вас всегда, это когда вы заходите на участок и обустраиваете его с нуля. Верно? Да, совершенно верно. Давайте для наших зрителей как раз и определим основные моменты, на которые следует обратить внимание при покупке участка. Когда его покупать, где его покупать и что с ним делать дальше? Когда? Когда у вас есть деньги на это, либо вам одобрили апотеку, можете делать это сразу. Где? Здесь надо исходить от предпочтений. Нету какой-то золотого, ну, золотого правила, святого Аграля. Для каждой индивидуальной ситуации подойдет, ну, какой-то свой коттеджный поселок, либо какой-то СНТ, либо какой-то даже участок может быть вне этого. Да, это вообще может быть в поле, если вы хотите уединения какого-то. И как правильно обустроить тоже зависит от состава семьи, от ваших увлечений. Да, может вы там интроверта, может наоборот приезжают друзья и там, воу, пати каждый день. Да, то есть от этого будет зависеть, что будет у вас находиться на вашем участке, какой будет дом, есть дети, нету, какой возраст, что вы хотите на перспективу и так далее, так далее. Ну, наверное, будет проще, если человек, который выбирает участок, поездит по обществам различным, да, будь то коттеджный поселок или СНТ, и посмотрит примерно на ту публику, которая в нем обитает, и сопоставит со своими ожиданиями от будущего своего отдыха, от будущего нахождения. Давай по порядку, вот мое видение такое. В первую очередь определиться с зоной, где нам удобно, да, то есть это север, запад, юг, восток Новосибирска, да. Почему? Потому что я в первую очередь, ну, к примеру, я подбираю для себя. Я буду смотреть, где мне удобно, где у меня квартира, где у меня живут родители, где у меня друзья-родственники, какие-то локации, и где мне было бы удобно, чтобы в пробках в Новосибирске не стоять, чтобы загородная жизнь, она была в комфорт, а не в тягость, да. Плюс желательно, чтобы и работа где-то была по пути. Это первое. Потом я буду смотреть вообще, что я хочу. То есть, если я хочу отдыхать на Обском море, то это вариант практически один, вот Пичугово, где мы с тобой находимся. Если я хочу сосновый лес, то явно это точно не Пичугово море, то есть рассматривать нет смысла. То есть это какие-то другие локации. Что мне важно, близко к городу или близко к природе. И вот мы берем и вот эти факторы отмечаем, которые для нас важны. Удаление от, к примеру, места работы, либо от места жительства, если это второй дом. И потом я соединяю факторы, и скорее всего у меня остался один, либо два варианта. И потом в них я еду смотреть. И на всякий случай я поеду посмотреть какие-то другие варианты. Может быть, я просто приеду в какой-то поселок, посмотрю и все, передумаю. Мне просто здесь понравится. Это тоже один из таких важных моментов. То есть эмоциональная составляющая все-таки важна? Эмоциональная привязка 100%. Мы же за город уезжаем зачем? Отдыхать, расслабиться, отдохнуть. И поэтому, ну и просто по энергетике почувствовать. То есть мне здесь комфортно или некомфортно. Потому что мы когда определяемся, определяемся из логики. Да, вот такие сухие факты. Но важно просто приехать, прочувствовать вот этот вайп, который находится. И посмотреть вообще тебе здесь комфортно или нет. Вот примерно такая шпаргалочка. Если эмоции оставить в стороне и начать думать практично, на что в первую очередь обратить внимание при выборе? Подъездные пути, коммуникации. Какие еще моменты острые важны при выборе дачного участка? Смотри, я тебе могу ответить по классике. То, что ты можешь найти на любых страницах интернета, в каком-то интервью. А потом дам немножко такой, более развернутый ответ. Ну, в первую очередь, ты приезжаешь и смотришь, вообще заселен поселок, не заселен, да? Если заселен, просто можешь пройтись по соседям, поспрашивать какие-то вопросы. Качество воды. И это важно, потому что это напрямую повлияет потом на стоимость очистных сооружений. Вообще, да? Поют. На стоимость очистных сооружений. Не очистных сооружений, но системы водоподготовки. Потом, часто ли отключают газ, электричество. Это будет влиять на то, как часто перебои. Перебой, вот, к примеру, здесь, да? Это тебе надо собраться, приехать сюда, переподключить. Либо это будут затраты на автоматику, да? Ну, в любом случае, какая-то такая история. Потом, плюс посмотреть, кто твои соседи, да? Зачастую, если ты хочешь покупать участок, ты уже можешь посмотреть, а вообще тебе хочется рядом с ними быть или не очень, да? И это могут быть сами соседи, это могут быть постройки, да? Потому что ты можешь поставить, ну, красивый дом, классный, оборудовать все, а соседи, ну, просто поставить контейнер рядом, да? Либо там, может быть, зил какой-нибудь развальный стоять. Это такая себе история. Не хотелось бы. Конечно, всем хочется вот такой какой-то красивой картинки. Если мы говорим по участку, чаще всего комфортнее, если участок ровный. Почему? Потому что это будет меньше затрат на фундамент. Если участок правильной формы, квадратный примерно, как здесь, то больше вариаций, как расположить постройки. Это не значит, что прямоугольный участок хуже, но просто проще так поступать. Плюс есть ли какая-то инфраструктура, удобно ли добираться и вот все вот эти вот вытекающие истории. Также у соседей можно спросить по платежам. А действительно ли платежи соответствуют тому, что вам говорит управляющая компания? Потом, как убирают снег, как следят за какими-то общими зонами, посмотреть, есть ли детские площадки. Короче, там вопросов очень много, но здесь просто по логике. Смотрим на сам участок, ходим, общаемся с людьми, даже геологию. Понятно, когда мы будем строить дом, баню, какие-то постройки, мы уже возьмем геологию участка. Но уже предварительно можно взять или попросить у соседей, птичьи конфеты или шоколадка Аленка делает чудеса, попросить геологию. Просто посмотреть и уже строительная компания может понять, какой примерно фундамент будет. Потому что он все равно может быть достаточно схожий. Но, а вот здесь развернутый ответ. Тот был только начало. Почему? Потому что, как бы, это с точки зрения вот такой логики и правильности. Но, если я хочу дом на склоне, да, он будет затратнее. Но, там, к примеру, вот здесь вид на море, видовые характеристики топ, либо вид на лес. И, да, с точки зрения участка, он может быть прямоугольный, он может быть неправильный. Там может быть уклон в 5 метров. И под первые правила, которые я тебе сказал, он вроде бы не подойдет. Но на нем можно посадить такой дом сумасшедший, с крутыми видовыми характеристиками, в котором вы будете жить и радоваться каждый день. Друзья к вам будут приезжать, кайфовать. И потом еще эту историю и продать можно будет в любой момент. Потому что, несмотря на цену, вот этот вот вайб, люди, когда будут приезжать, будут чувствовать себя за городом. Вот эту картинку, уединение они будут видеть. И это уже не стоит никаких денег, да. То есть, ты уже продаешь не кровать, а продаешь сон. И здесь ты уже продаешь не квадратные метры, а ты продаешь загородную жизнь. А это ни за какие деньги не купишь. Хорошо, Владимир, участок выбрали. Как его зонировать? Как определить оптимальное место для расположения дома, бани? Потому что, ну, в Сибири, ну, нет практически дач без бани. И остальные незаменимые элементы загородного участка. Парковка, садик, прудик и так далее. Смотри, ну, во-первых, надо определиться, где будет располагаться, какое строение. Для этого надо понимать, какой у нас образ жизни, да. И чаще всего такая задачка и летит архитектору-проектировщику. В зависимости от этого он уже должен примерно понимать из своего опыта, что у нас будет. Нам нужна баня, не нужна гараж или навес будет. Нужна ли беседка, терраса у дома, где будет дом. Будет ли бассейн для детей, будет ли какая-то детская зона с качелями, будет ли ракарий, будет ли пруд и так далее, так далее. Вот вообще понять, что нам может спортивная площадка, там, я не знаю, маленькая футбольная, либо какая-то зона. В зависимости от этого мы уже располагаем их на участке. И вот здесь как раз мы смотрим квадратный на нас участок, прямоугольный. Где идет заезд, как это расположить. И здесь мы уже располагаем наши объекты на участке. И потом смотрим, вообще комфортно, нам некомфортно. Берем ручку, берем листочек. Обычный такой, достаточно, держите лайфхак, да. Очень простой метод, но мегаэффективный. Мы берем, к примеру, мы приезжаем домой, заехали, смотрим. Так, нам надо выйти из гаража. Так, вот здесь дверь есть? Есть, отлично. И пошли просто сценарий. Вот мы пришли, принесли покупки. Мы их занесли до дома. Так, снег не почищен. Это надо, значит, мы сейчас не несем. Мы берем лопату, надо чистить. А где у нас лопата стоит? Есть. И все, и просто разрисовываем. Приехали друзья, здесь они зашли и так далее, и так далее. Архитектор-проектировщик уже просто на опыте может примерно расставить, что уже будет вероятнее всего верно. Вы, если будете сами расставлять, то у вас этого опыта, скорее всего, не будет. И как раз вот этот метод, сценария жизни, он как раз и поможет немножечко переставить вот эти объекты. Дальше мы начинаем стройку. Ну, чаще всего строится либо первая баня, если денег там недостаточно, и уже хочется приезжать за город, либо, наоборот, дом. И потом уже достраиваются застройки. Либо у вас есть полностью бюджет, и вы делаете полностью все. Это идеальная картина. Можно приезжать отдыхать, но, возможно, как бы и первый, и второй вариант. Но здесь самое важное, что знать, сразу провести все коммуникации. И поэтому, если вы даже думаете, то что вот сейчас вы, к примеру, построите дом, а потом я уже займусь этим вопросом. Нет, потом вам придется расковырять весь участок. Газончик, который посажен, вот ракарий, которые здесь, деревья. Скорее всего, когда вы начнете все это перерывать, ваша супруга, либо там мама, кто занимается высадками, вам просто этого не простит. Даже если там маленький кустарничек какой-нибудь малины вы повредите, либо там клубники, все это будет обид на долгие годы вперед. Поэтому лучше этих ошибок не допускать. Элементарно провести на момент строительства дома, либо бани, коммуникации. Это не настолько затратно. Вы уже провели, и потом спокойно, да, будут какие-то грязные работы, но уже не столько. Вам не надо будет вот эти горы грунта выкапывать. Это же на три метра, да, достаточно существенно. И грунт этот потом надо расположить. Это, наверное, самый важный совет. Есть, конечно, советы, которые более такие практичные, связанные, да. Идеально дом посадить ближе к дороге. У нас есть норматив отступа, это три метра. Кстати, важно соблюдать и нормативы, да. То есть от дома три метра отступ от забора, в зависимости от того, кирпичный, деревянный, оловянный. Плюс надо знать, где соседние постройки находятся. И есть прям нормативы удаления от соседних построек. И если вы строите дом уже последний, а соседи построились, я вас уверяю, на участке в 10 соток, если даже 6 или 8 соток, это вообще очень непростая задача, и часто это все нарушается. Я вам этого не советовал. И здесь мы уже смотрим, как расположить. Чисто практические моменты. Лучше посадить почему? Ближе к дороге, на удалении 3 метра, элементарно, если дом для постоянного проживания, меньше чистить снега. Если вы приезжаете, постоянный снег насыпал, вы будете ругаться, материться, почему я об этом сразу не подумал, и обязательно об этом думать. Вот посмотри, здесь достаточно большое удаление. Но это загородный дом. Сюда приезжают не так часто. В основном там на выходные, и в принципе это можно раскидать. Если ты приезжаешь с детьми, можно их озадачить, физически развиваться. Если с друзьями, это такое командообразующее мероприятие. Опять же, если мы говорим про гараж, то гараж вообще вплотную в дорогу. Тут нет норматива 3 метров, и здесь вообще не надо чистить снег. То есть трактор прошел, очистился, максимум для въезда лопаточкой подкидал, это недолго, 5 минут. Все, ты заехал, и даже можно тропиночку от гаража для дома уже продумать, сделать ее небольшой. Все, ты уже прошел. Вот такие, наверное, лайфхаки. Их, ну, не сказать то, чтобы много, но все-таки вот они есть. Владимир, не могу не задать вопрос про баню. Где на участке лучше располагать баню, и что нужно учитывать при ее строительстве? Да, ну, пойдем до бани, и как раз я тебе там все расскажу. Наверное, один из основных факторов расположить баню подальше от дома. Почему? Потому что баня – это одна из локаций, где можно отдохнуть, а дом – это другая локация, да, где могут отдыхать другие люди. И поэтому можно просто разнести. Опять же, все идет от сценария. К примеру, приехали друзья. Друзья могут приехать там с детьми. Дети спят, находятся дома. Мы пошли, к примеру, можем разговаривать более громко, играть на гитаре, немножко шуметь, и это будет подальше. Поэтому логика именно такая, чтобы разнести вот два этих вопроса. Но здесь можем посмотреть то, что здесь достаточно близко, да, то есть такой необходимости нет. Баня – это всегда, ну, в первую очередь, безопасность. Нужно выбирать безопасный отопительный прибор, правильно проводить дымоход. И коммуникации, они же тоже важны в таком объекте, как баня. Как решить этот вопрос? Да, ну, здесь не ответить каким-то одним правилом, опять же. Это как пазл, да. То есть один там кубик поставил, да, там что-то поменялось. И здесь, получается, нам важно понимать, где находится дом, а также септик. Септик, то есть куда у нас все нечистоты уходят, вся вода, которой мы помылись, она тоже туда уходит. И где у нас подвод воды. И в зависимости от этого мы уже можем посмотреть. С точки зрения, как бы, экономии, меньших затрат, ну, и, в принципе, даже надежности. Потому что мы понимаем, если канализационная труба небольшая, да, то вероятность засора, она становится меньше, да. Чем мы больше удлиняем этот участок, тем вероятность, что что-то там случится, может быть меньше. Есть и второй момент по коммуникациям. Например, отопление идет от одного участка. Давай я даже здесь покажу на примере. Котел находится в бане, а отопление дома осуществляется через баню. То есть у нас вся котельная находится здесь. Но под землей у нас проходят коммуникации, трубы отопления, и они заходят в дом и полностью все согревают. Это сделано с точки зрения практичности. Ну, плюс газ находится немножко по водоле от самого дома. Владимир, где на участке лучше всего хранить дрова? В сухом месте. Потому что сырыми дровами разжигать это все такое себе. Пойдем посмотрим. В данном случае он находится за баней. Почему? Чтобы не портить вид, отдельно сделан вот такой вот дровник. Здесь немножко такая хозяйственная атмосфера, потому что все, что спрятано от глаз, находится за баней. Достаточно простой дровник. Вот здесь все скапливается за баней. Спокойно можно даже зимой пройтись, потому что здесь у нас отмостка. Но можно и вообще вынести наоборот, сделать дровник такой дизайнерской историей. И наоборот, вынести его на видовое место. Чтобы вот эти дрова красиво смотрелись. Есть разные варианты. Можно открыть Pinterest и посмотреть крутые фотки. Есть прям очень классные варианты. Но в данном случае такое решение. Здесь у нас отвес крыши. Вода у нас на дрова не попадает. Они остаются всегда сухие. Зимой вот этот участок не заносится. И опять же я проговорил, то есть отмостка удобно просто ходить. Владимир, а как вы вообще относитесь к тому, что к вам приходят заказчики с картинками из Pinterest? Идеальная история. Уже человек подготовился. Ну, он проделал какую-то работу. Ты говоришь не с сырым человеком, да? С сырым человеком, да? Дрова сухие. Получается то, что человек уже примерно сформулировал, что он хочет. И он тебе даже показывает примерно, как это выглядит. Возможно, невозможно это реализовать. Это уже второй вопрос. Но когда ты просто фантазию какую-то слышишь, ты ее можешь представить по-разному, да? Как часто это бывает. А здесь уже есть картинка. Да и в принципе я бы советовал какие-то идеи подчерпывать в интернете, в том же Pinterest. Смотреть красивые варианты и потом применять их на своем объекте. На мой взгляд, это наоборот круто. Даже если они взяты, там, картинки этих зарубежных ресурсов под наши современные российские реалии, вы сможете это подогнать? Ну, надо посмотреть, что именно там, какой вариант. Да, да, вполне возможно. То есть мы можем это реализовать. А вполне возможно даже сделать еще лучше. Либо вдохновиться этим и сделать какую-то другую историю, совершенно новую. То есть не обязательно же просто копировать. Еще одна обязательная зона загородного участка, это зона барбекю, либо та зона, где вы будете что-то вкусно готовить для своей семьи. Где ее лучше располагать? На самом деле тоже какого-то определенного правила нет. В данном случае это отдельная зона вынесена. Но это может быть также и совмещено с баней. Может быть также при выходе из дома. Вот где комфортно, там можно делать. Плюс опять же, как мы с тобой говорили, как это продиктовано участком. Может возможно отдельным, отдельные зоны невозможно будет это сделать. И придется это примкнуть к бане, возможно. Либо совместить это с домом. В данном случае просто позволяет участок, и опять же мы проговариваем, то есть он здесь правильной квадратной формы. Это не значит, что так только должно быть и никак иначе. Нет просто здесь вот такие условия, и здесь проще как-то расположить. Хотя я говорил, что баня, к примеру, должна быть подальше. А здесь она достаточно близко, потому что важно освободить парковочное место. В общем, на вкус шашлыка это никак не повлияет. Поэтому можете располагать там, где вам комфортно, где вашей семье, вашим домочадцам, друзьям будет комфортно. Я считаю, что владельцу этого участка несказанно повезло, потому что у него всего два соседа. С тыльной стороны и сбоку. Как вообще быть с соседями-то? Да на самом деле с соседями надо дружить. Это знаешь, я вспоминаю всегда американские фильмы, когда семья Питерсонов приходит с пирогом знакомиться. И на самом деле с соседями надо дружить. Почему? Потому что это же вот такое комьюнити. И очень важный момент при расположении. Когда вы это делаете, когда уже есть соседи, у вас есть набросанный план, придите, познакомьтесь с соседями, расскажите о своих планах. Потому что часто может быть такая ситуация, что какой-то ваш дом, либо баня, либо высокий забор могут просто им помешать. Там они, к примеру, загорали. Либо у них какие-то посадки, которые свет закрывают, и они уже там не растут. И это действительно важный момент. И даже по законодательству я скажу, высоту забора надо согласовывать. Это прям прописано. И чтобы у вас были классные взаимоотношения, которые вам будут помогать, они будут вам мешать, либо будут какие-то конфликты, важно просто дружить и вот эти моменты согласовывать. Опять же, надо искать плюсы. К примеру, вам надо поставить забор, это достаточно затратная вещь. Есть соседи, можно договориться, там, в складчину это сделай, да. Потом, когда надо будет красить, на краску скинуться. Да, да, да. Ну, какие-то такие моменты. Вот. И в принципе, да, у вас, к примеру, нету соседей, у вас на месте. Что-то там зачем-то надо проконтролировать, проследить. Это же круто, когда у тебя соседи-друзья, ты можешь позвонить, попросить, по-соседски, по-братски все это сделать. Поэтому важно сохранять доброжелательные отношения, в принципе, к соседям и не только к соседям, да и ко всем лучше. Лучше со всеми дружить. Друзья, лучше и не скажешь. Ну, а мы на сегодня, наверное, наш репортаж выездной заканчиваем. Как скажешь. Надеюсь, что у вас, если и остались вопросы по организации загородного участка, то вы нам зададите их в комментариях к этому ролику, а мы уже вновь встретимся с Владимиром. Благо, наши встречи уже стали регулярными. И на ваши вопросы получим интересные ответы. Владимир, спасибо большое. Успехов вам и удачи. Тебе спасибо, Жень. Друзья, всем пока-пока. Надеюсь, было полезно для вас. Счастливо.